Книга «Открытым оком», тема работа, 8-й том, вопрос, 2081. «Всегда ли святые исполняли заповедь «Трудиться в поте лица?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Похоже, многие и об этой заповеди не знали, а чудили по мере сил, стараясь сократить свои потребности, голодать, но только бы не устраиваться на работу». 2-й офис Солоникицам 3.10. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Серапион, память, 14 мая. «И позволили старцу быть на корабле, питая его Бога ради. Преподобный же, придя в Рим, обходил дома всех тех граждан, о которых слышал, что они проводили жизнь благочестивую. Беседуя с ними, он получал для себя пользу духовную. Ради этого он и странствовал, собирая богатство духовное, дабы купить им себе блага небесные в покое вечном. Эти блага он и получил по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому воссылается слава во веки веков. Аминь». Говорил приточно, притчами. Спустя некоторое время один из знакомых дал преподобному старый худой плащ, дабы он мог прикрыть им наготу тела своего. Этот нестяжательный старец пришел однажды в Грецию и пробыл в Афинах три дня. Он весьма хотел есть, но ни от кого не мог получить куска хлеба, потому что никто ему ничего не подал. Купить же хлеба ему было не на что. Исполняя их слова Христовы, Матфея 10, 9-10, «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Он никогда не носил с собой ни монет, ни сумы для денег, ни одежды, за исключением лишь худого плаща, которым прикрывал наготу свою». В четвертый день пребывания в Афинах Серапион сильно взалкал. Став на возвышенном месте в городе, он начал плакать и громко взывать. «Мужи афинские, помогите мне!» К нему подошли философы и начальники города и спросили его, «А откуда ты пришел, старец? И какое горе у тебя?» Он же отвечал, «Я родом египтянин. Когда я вышел из места родины своей, то впал сразу в три долга. Именно, у меня остались два взаимодавца, которым нечего было взять с меня. Третий же взаимодавец не оставляет меня и до сих пор, но истязует меня, требуя с меня долг свой». Философы же спросили его, «Кто эти взаимодавцы твои и кто истязует тебя? Скажи нам, и мы тебе поможем». Тогда старец сказал им, «С юных лет смущала меня похоть плотская, сребролюбие и страсть к объедению. От двух я уже избавился, они уже не смущают меня, ибо я не чувствую вожделения плотского. Не имею я имущества или богатства. Жажда же пищи не оставляет меня. Вот уже четвертый день, как я ничего не имел во рту, потому жажда пищи не оставляет меня, смущая меня и требуя себе обычного долга». Некоторые из философов подумали, что он их обманывает и дали ему золотую монету, но наблюдали и издали за ним, что он будет делать. Старец же, взяв монету, поспешно пошел к хлебным торговцам и, положив монету пред ними, взял один хлеб и ушел оттуда. И более уже не являлся в город тот. Тогда философы убедились, что старец этот был действительно добродетельным мужем, подойдя к хлебным продавцам. Они дали им монету, соответственно, стоимости хлеба, купленного старцем, а золотую монету взяли себе. Ефимий Новый. Память 15 октября. Василий, впоследствии архиепископ Солонский, рассказывает о той божественной ревности, которую горели поощряемые святым пастырем иноки новой обители. Так, например, когда в обитель их случайно попадала одна еретическая книга, то они тотчас же жгли ее. Однажды, когда Василий вместе с другим братом Иоанном, именуемым Безмолвником, был в пустынном месте, им угрожала смерть от голода и утомления, к ним внезапно явился преподобный и принесенную им пищей настолько подкрепил их силы, что они могли продолжать свой путь далее. Какой простор, какой простой путь указал Христос и доступный каждому. Матфея 11.30 «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко, он назвал его легким, и додумались так все усложнить, такие наворочили подвиги, как сегодняшние экстремалы, им бы только прыгать в пропасть, летать над бездны, спускаться в огнедышащие вулканы и в глубины морские. А для чего? Там они гибнут тысячами. Сколько юродивых потонуло в юродстве? Если на тысячу юродивых, как Серафим говорит, только один настоящий, то сколько же ушло в песок сил труда, обескровливания народа, что Египет и другие места обитания монахов стали полностью нехристианскими? Это же общий итог, черта, подбитый результат, что дело сие не в ангельской проповеди выросло. Субтитры создавал DimaTorzok